Так выглядело помещение перед реконструкцией. На фото не видно, но оно было затопленным водой до потолка. К работам приступили в 2018 году. Тогда оказалось, что реанимировать его невозможно, но это удалось. Силами оперативных служб откачали воду и осушили помещение. Позже приступили к ремонту и восстановлению комнат. На то, чтобы привести залы в порядок, ушло полгода. Всего в музее открыли 4 комнаты. И первое место, куда будут попадать гости, это кафетерий образца 70-80-х годов. Здесь можно увидеть старинные колбы для сока, молочные бутылки и даже миксер. С его помощью позже начнут делать коктейли для посетителей. Вот у нас в музее есть очень старый-старый экспонат. Это был изготовлен на первом утюжном заводе, завод имени Касимова. Утюг был изготовлен в 1860 году. Работал он на углях. Утюг хранится во втором зале. Он именуется как быт советских граждан от 50-го до 80-го года. Самовар в центре комнаты, в углу кровать с пирамидой из подушек. Это жилая комната 50-х годов. Здесь жили люди среднего класса. Основная особенность это наличие медной кухонной утвари. А это уже кабинет руководителя тех же годов. Тогда в архитектуре и интерьерных решениях преобладал старинский ампир. А это высокие потолки и шкафы, массивная спинка дивана. Экспонаты в кабинете руководителя все подлинные. Даже карниз с держателями в виде звезд. А на столе раритетная лампа, называемая в народе НКВДшная. С ее помощью раньше допрашивали людей и выбивали признательные показания. В этом же зале еще один уголок. Комната 80-х, 70-х, 80-х годов. Да, это интерьер моих бабушки и дедушки по линии отца. Единственное, конечно, мебель и вещи стоят, может быть, не в том порядке, как у них было, потому что квартира это есть квартира. Но то, что данная экспозиция у нас состоит из 90% личных вещей от нашей семьи, да, это факт. Вот, двери у нас тоже были реставрированы, собственно, ручно. Двери тоже очень старые. Вот, посмотрите, как в метро дверь открывается тут, сюда. И за этими дверями находится сердце нашей экспозиции. Пойдемте. Видите, здесь находится диорама Сталинградской битвы. Мы попытались воссоздать весь этот хаос, все это разрушение, все, что было вот в Сталинграде нанесено немецкими войсками в первые дни битвы. Вот, видите, гусеница танка, шлемофон танкиста, вот, сапог даже положили. Диорама Сталинградской битвы на всю стену третьего зала. Здесь можно увидеть манекены русского и немецкого солдатов, форму которым шили на заказ. Из других экспонатов – сундук. 1938 года эту реликвию привезли из Германии. Основная цель, как я уже говорила, предоставить гражданам более молодого поколения, чтобы люди помнили вот эта экспозиция, которая посвященная Великой Отечественной войне. Конкретно оно делалось для молодого поколения, чтобы наши дети не забывали историю, чтобы дети помнили. Потому что весь этот ужас войны, конечно, он ворвался в каждую советскую семью. Более старшее поколение, конечно, они не забывают, они помнят. А молодежь, к сожалению, этим даже не интересуется и ничего не помнит уже. На то, чтобы собрать все экспозиции семье Ряписовых потребовалось 18 лет. География, откуда везли эти вещи, велика. Калининград, Сахалин, Рязань, Тула, Воронеж. Из семейных вещей им удалось создать настоящий маленький музей советского образца. Анастасия Слесарева, Андрей Цветков, Андрей Белый, Амурское областное телевидение.